Ребята, объясняю ситуацию. Вот так, не для профессионалов. Был единый таможенный союз. Он назывался таможенный союз. Когда в 2004 год пришло время его пролонгации. Знаете, что это? Продление фактического договора. На этой фазе Украина отказалась его пролонгировать. То есть ничего заключать не надо, продлить старый. Он усекся. И его стали называть единым, чтобы отличить одно от другого. Но это один и тот же договор. И объяснять этому юристу такие тонкости я не счел нужным. Дядя Сережа, расскажи, как будут выступать с теми атомниками и теми, кто воевал против нас после особовреждения их над как-то по инвалидности и прочее. Ваше мнение. Да как со всеми, так с ними. Кто виновен, тот будет осужден. Кто невиновен, тот на общих основаниях будет. Привилегии, может, не дадут каких-то там. А так, как у нас всегда, амнистии проходили. Практически все и чеченам давали амнистии. Там три или четыре амнистии было. Во время чеченских событий. И бандеровцам, и тем амнистии давали. Успокоиться все. Все вернуться на круги свои. Первый начал. Так, Сергей, по вашему мнению, Россия будет возвращать правый берег Генгра? Ну, там Херсон, его право. И как граница примерно застынет до конца СВО. Ну, будет, будет все возвращать. Там никаких приспосылок для организации новой границы, кроме как восстановления старых, не существует. Любая новая граница, это разделение территории, это разделение. Там все очень сложно. Поэтому либо восстановление границы СССР, то есть Украина, либо, а новая, любая новая граница, даже по Днепру, это будет бред СВКБ. Во-первых, Украина ничего не сможет дальше сделать. А если, то есть, нельзя добиться абсолютной статики. Это только Ускало. Она будет либо развиваться, либо загнивать. Суть к тому, что она загнила, она дальше просто догниет. И какой смысл ее вот не давать и ничего. Поэтому не будет. Я сомневаюсь, что возникнут какие-либо новые границы. Так. Что ждет Прибалтик? Есть какой-то свалить оттуда. Ребят, ну, шанс есть всегда. Я тоже не Господь Бог и не могу вам дать прогноз. Ну, Прибалтика, я говорю, география – это приговор. Успокоятся они. Сейчас с Украины закончим. Всем понятно. Они уже сказали, мы следующие, мы следующие. Не забывайте про нас. Только закончите с Украины. Сразу они специфичные, ребята. Скажите, пожалуйста, про мобилизацию. Она будет в России или все-таки нет? Ну, я же еще раз говорю, вот объявили с первого. Начнется мобилизация. Но мобилизуют кого? Призывников. Они никуда не пойдут. Она идет. Нет необходимости мобилизации. Ресурс выставим. Обеспечено, скажем, содержание не миллиона, а миллиона четыреста солдат. Там мы нарастили армию. Под это все заготовлено. Есть контрактники. Есть тот там. То есть, он идет своим. Нет, смысл был. То, что мы налоги начинаем, скажем, расходовать. Раньше у нас там миллион была армия. Стало миллион четыреста. А сейчас она как есть, так и есть. Кто-то уходит. Кто-то демобилизуется. Кто-то там приходит. Ну, и если бы мы решили армию нарастить там до двух миллионов, тогда может быть. А так, нет, ничего не будет. Так, сейчас попробую найти, правда. Про Маннергейма. Почему Сталин пощадил Маннергейма. Почему Сталин пощадил Маннергейма, финского главнокомандующего Маннергея, старшего соорганизатором гитлерской благодатой Ленинграда и организатором геноцида русского населения, Кирилл. Во-первых, на фоне остальных Маннергейм был не такая уж и, скажем, плохая личность. Да, во-первых, финны же перешли на сторону СССР в войне. Во-вторых, там была операция десанта, рассчитанная на остров. И Маннергейм сообщил об этом. А в-третьих, Сталин же понимал, что Маннергейм тоже отставил, скажем, интересы Финляндии. И Финляндия потенциально не могла стать, скажем, не сателлитом Третьего Рейха. Она же европейская сторона была завязана. И принимать нашу социалистическую плановую систему хозяйства она не хотела уходить, не хотела. Отставила свои интересы. Да, она участвовала. Но не он сам участвовал. Она была зависима. Да, финские части участвовали. Но они как бы на вторых ролях. И после русско-финской войны они вообще старались в это не ввязываться. И Финляндия больше предоставляла аэродромы, какие-то вспомогательные услуги Рейху, чем. У нее армии-то путней не было. Какие-то финские части, да, стояли там, где-то там охраняли внутри. Говорит, чтобы они были на передовой и воевали. Входили непосредственно столкновения с Красной Армией. Такого не было. Они в тылу стояли. Там обеспечивали, что-то там подвоз охраняли. Там что-то пытались. И так это. С прохладцы немцы служили, потому что понимали, что ничего хорошего им не светит. Блокада Ленинграда, ну, а что они могли? Я говорю, они не были инициаторами. Они были соучастниками. Во-первых. Во-вторых, Маннергейм пользовался какой-никакой репутацией. И с ним можно было иметь дело от лица Финляндии. Зачем ему было слить финнов или создавать какую-то дестабилизацию в Финляндии. Маннергейм достаточно сильно сотрудничал после. Вот когда уже немцев разгромили. Они даже нанесли удар по немецкому десанту, то есть береговой артиллерии. Когда перешли на нашу сторону, немцы попытались высадиться. Они расстреляли немцев, бывших союзников. Поэтому там не было смысла что-то делать с Маннергейм на тот момент, когда уже все закончено. Так что тут все естественно и понятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok